Друзья, приветствую вас! Ну, в общем, как обычно, выезжал из дома, ну, небольшой ветерок был, приехал на воду, пожалуйста, ветер, блин, поднялся, сумасшедший просто, камыш, блин, на 45 градусов он как-то, блин, наклоняет. Ну, чё ж, всё равно попробую. Погнали, посмотрим. Поставил копию на антенну. Сейчас прокидаю. Он хорошо рыскает из стороны в сторону. С такими паузами, пусть подольше, позависает в воде. Авось. Правильно всё сделаю. И щука отреагирует. Так, друзья, щучка у нас хорошая. Хорошая, блин, схватила воблерок. Ой. Замечательная, прям приятная. Ну, вот обожаю я вот эти и пляски. Ну, иди, я тебя возьму. О, блин, это опять хорошая рыба. Ребята, это, как есть, полтора плюс, может быть, даже около двух. Хорошая рыба. Хорошая. Классно. Ну вот, освободил я эту злодейку. Хорошая щучка. Так, переместился я на другую сторону. Сейчас вон под те кустики заброшу. Вот, отлично. Сейчас надо обкидать вот этот вот участок. Опять, этот, копия на лантенн. Тоже здорово. Играет он из стороны в сторону. При рывках. Замечательно. Еще у нас щучка одна. С четвертого где-то примерно забросика. И тоже неплохая. Явно больше КГ. Молодец, как я обожаю ваши свечки. Иди сюда. Иди, красавица. Иди, иди, иди. Прекрасно. А, так вот. Ну-го-го-го-го-го. Замечательный. Здоровская щучка. Да, тоже где-то больше килограмма. Здорово. И опять копия на вантенн. Здоровская осенняя щучка. Ну вот, сейчас еще вот к завалам, к этим пульнем. Хорошие такие места щучьи. Нравятся мне эти поклевки осенней щуки. Маленькая, допустим, там, грамм 800, а давит вниз, как будто там килограмма на полтора. А если уже двушка уцепила, это уж вообще прям кайфово вываживать. Друзья, еще у нас щучечка. Щучечка. Ну, это уже не такая большая. Но все равно классная. Она в шоке рот раскрыла. Это самодельный мой воплер. Деревянный. О, здорово. Ну, че, и вот топляка вот схватила щучка. И неплохая. Ну, прыгай. Давай. Ну, ну, давай. Ну, а, ты поближе хочешь, как всегда, меня катить. Молодец. Молодец. Ой. Иногда месть полезна, правильно. Да все, все, я уже схватил, не надо. Да. О, она, кстати, как раз и сама освободилась из пасти. Ну, вон, пусть на путь повисит. Но она была честно поймана. Во. Да, такая килограмм смела. Хорошая щучка. Здорово. Сработали коряжки, завалы. Так. Впереди меня вот. Ну, камыш как бы идет. Вот, впадина вот такая вот. Выступ от камыша идет и опять впадина. И вот смотрю на дно тут, ну, примерно метр. Сейчас я здесь прогоню воблер. Возможно, щука выскочит, атакует. Вроде так, засадные тоже места. И воблер как раз подходит под глубину. Так, еще одна у нас щука. Вот тоже такая. Под килограммчик. Под килограммчик. Вот так вот. Руку намочишь, она тогда вообще не брыкается, когда ее берешь. И пиявки, значит, что? Не очень активно она, да? Да нет, она очень активна. Хватает, пожалуйста, 150-е резинки. Все хватает. Здорово, здорово. Прибило меня ветром под какие-то ветки. Сейчас вот эту стену еще обкидают. Коряга как-то вдоль вот торчит. Посмотрим, кто у нас здесь живет. Захочет ли отведать вкусного воблера. Еще наискость туда вот так вот. О, замечательный заброс. Прям куда надо. Так, ну вот, еще один шнурочек. Покусился, блин, на воблер. 150-го размера. Иди сюда, гигант. Иди сюда, гигант. Значит, подожди, порвешься. Ну, здорово, что еще? Активность щуки. Восень. Так, друзья, ветром. Ветер на меня прибил вот с основного русла сюда, в эту вот заводь. Вот, к камышам. Но это неплохо, потому что вон коряшка какая-то лежит, дерево упавшее. И сейчас я вот так вот оббросаю, поставил воблерок опять. 150-й, он не сильно заглубляется. Как раз под эту заводь подходит. У него заглубление. Где-то до полуметра. И вот сейчас я откидаю. Я так думаю, что должна здесь все-таки щучка в засаде стоять. И атаковать наш воблерок. Вот так вот. Так, ну что, друзья, есть у нас еще щучечка. Вон, кинул под ту коряшку. И схватила вот эта вот красавица. Ну, небольшая, конечно. Ну, пойдет. Это поклевка. Это всегда здорово. 150-й опять сработал воблерок, потому что здесь мелководная такая, метра-полтора глубина заводинка. И порадовала меня вот этой вот поклевочкой. Так, ну, обкидал я эту коряшку, больше от так не было. Сейчас я вот в эту сторону заброшу на солнышко прям. Может быть, оттуда еще и выскочит кто-то. Так, а вот еще у нас одна атака. Бруквально в противоположную сторону сделал заброс. И атака щуки куда-то завела. Наверное, либо коряшка там. Потому что из травы так не может сопротивляться. Может, ее уже там нету, конечно. Ну, такой четкий удар был. Прям приятный. Я лодкой прям подтаскиваюсь. Да, коряга здесь. И, по-моему, ее там уже нет. А нет, что-то вроде. Отпустить. Может, выйдет. Да, завела за корягу. И, по-моему, я даже воблера лишусь. Ну, сейчас отключусь пока. Так, я включился, друзья. И вот щучка. Освободилась все-таки она из коряги. Ну, небольшая, но агрессивная, осенняя такая замечательная щука сильная. Очень мне нравятся эти осенние щуки. Тоже грамм. Она 800. Атаковала 150. Прям замечательно. Так, ну что, еще пару забросов. Да надо собираться домой. Ну, что, друзья. Буду завершать я свою рыбалочку. Рыбалочка так прошла успешно, несмотря на ветер. Щучки хорошие попадались. Щучка клюет. Отзывается хорошо, как обычно, на воблеры, которыми я ловлю. Вам спасибо за просмотр. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Будут еще рыбалочки. Будет еще интересно. Ну, и всем до скорого. Конечно же, больших трофеев. Всем пока. Продолжение следует.